Приступая к рабочим вопросам текущей недели, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов поинтересовался о результатах командно-штабного учения сотрудников Управления гражданской обороны. Со слов начальника гражданской обороны Маврит Паши Алиева, по итогам всех объектовых тренировок работа участников командно-штабного учения была оценена как положительная. Далее был заслушан доклад начальника Управления коммунального хозяйства о положении дел по благоустройству центральной части и парковых зон города. Завтра разведут по всем организациям, которые берут по мелочи, 10-20 килограмм, несколько организаций. Они, наверное, в детские родные связи будут в пакеты заоставлены, надо будет прийти, добрать метелки, поделочные щетки. По улицам начали ремонтные работы, обращаясь к работникам отдела торговли, Бадыр Ахмедов поручил провести работу с представителями торговых объектов по оформлению фасадной части и прилегающей территории в преддверии майских праздников. О блестящих победах, завоеванных хасавюртовскими бойцами на турнире ACB-58, проходившем 22 апреля во Дворце спорта имени Гамида Гамидова, рассказал начальник отдела по физической культуре и спорту Магомед Алигази Магомедов. Начальник отдела по делам молодежи и туризма Эшат Атаева ознакомила присутствующих с намеченным планом мероприятий в городе с привлечением студентов колледжей. В протяжении трех месяцев проводил семинар-проекты со студентами Суза-Гузов. И сегодня завершающий, подводящий итог мероприятия с приглашением министров образования, министр по делам молодежи, обещал приехать в Харибов. Еще дальше представители будут со Ставрополья. Будут подведения итогов награждения самых определенных ребят, которые отвечали за семинарием. Вести мы России называется проект. Он состоит в 10 часов и в 2 часа студенческая весна. В завершении совещания первым заместителем главы администрации был дан ряд поручений. Представителям управления культуры предоставить разработанный план концертной программы на 1 и 9 мая. Управлению образования и отделу спорта установить на территорию школ баннеры и празднично оформить фасадные части. Подобное задание было дано социальным учреждениям муниципалитета. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».